Яркие краски белорусской осени в эти дни дополнили нотки индийской изысканности и красоты. В музее спасенной художественной ценности открылся вернисаж, посвященный культуре и традициям этой удивительной страны. Поднявшись на второй этаж, где сегодня размещается экспозиция, понимаешь, почему такое далекое от нас государство еще в XIX веке англичане называли «жемчужиной». Настолько многогранен его облик во всех проявлениях. Особое внимание останавливает на себя большая коллекция сари, ленгачоли, анаркали, все эти предметы женской одежды, а также изысканные аксессуары из коллекции Оксаны Мюллер. Она с детства обожествляла эту страну. Для нее она оказалась сказочной. И, конечно, любовь эту привел индийский кинематограф, как и многим из нас. Девочка подрастала, но любовь эта, индомания, у нее была именно с детства. Об этом знали ее подруги. И на день рождения одна из лучших подарила ей первая сари. И все, это уже зажгло искусобирательство. Активное использование ярких природных красок всегда отличало жителей Индии от представителей других государств. Они присутствуют во всем. Во-первых, в одежде. Во-вторых, в полотнах и картинах. Эту традицию смогли уловить и тонко прочувствовать студенты и педагоги Пушкинского вуза. Их произведения органично вписались в формат выставки. Индийское искусство всегда декоративное прикладное. И фильм декоративный. И вот как-то история. Вот все это и цвет, и символика цвета, и семантика форм. Вот все в этой культуре. Индию невозможно представить без еще одного важного направления. Искусство мехинди. Эту интересную технику нанесения росписи хной по телу освоила брещанка Юлия Полушкина. И если в Индии рисунки на руках и ногах наносились девушке после помолвки, то по всему миру сегодня это искусство относится к категории боди-арт – украшения тела. Ездила по разным выставкам по Белоруссии и увидела, как в Витебске рисовала девушками хинди. И я влюбилась. Решила попробовать. Приятным завершением вечера стала дегустация настоящего индийского чая. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, БУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова